Утро на Болткоме Продолжаем. Работа в прямом эфире. Аман Гутман сейчас у нас выходит на прямую связь посредством Зума. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот по-прежнему, хотя уже Джо Байден вступил в свои права как полноправный президент Соединенных Штатов, по-прежнему наверное политологи, эксперты и не только в Соединенных Штатах обсуждают вот победу Джо Байдена. Ну, у кого-то такой примитивный подход и считает, что все хорошо было с Трампом и создавались новые рабочие места и он шел уверенно ко второму сроку вот если бы не эта пандемия с большим количеством заболевших и смертей от коронавируса вот все это ему помешало. Есть и мнение, что наверное он проиграл потому что испортил в конец отношения со средствами массовой информации с ведущими американскими. Как вы оцениваете всю ситуацию? Действительно ли только вот эти две причины для победы Джо Байдена? Критическая масса скапливалась в течение последнего года. Можно было действительно наблюдать сейчас глядя назад. Тогда, когда в прошлом году были конкретные выступления старых, очень хорошо известных республиканцев, например. Тогда мы это не оценивали, может быть, так серьезно. Оказывается, что вот созревала, ситуация созревала или, наверное, более прям более точно ее созревали, ситуацию созревали. Конечно, процессы управляются. И в этом смысле, если мы посмотрим, кому наступил на ноги господин Трамп, то список очень длинный. Он обидел социальных сетей владельцев, поскольку собирался там вводить какую-то цензуру, отчасти ввел, отчасти не ввел. Он наступил на ноги владельцам фармакологических компаний, значит, приняв решение уйти из Всемирной здравоохранительной организации и как-то там не совсем правильно себя вести по отношению к вакцинации. Невнятно. То за, то против. Он наступил на ноги военно-комплексу, сказав, что мы будем уходить из разных точек мира, Сирия, Афганистан и другие, где, в общем-то, ну, довольно много американцев служили, проходили военную службу, погибали отчасти тоже, ну, слава богу, не очень многие. То есть это достаточно большие интересы, которым он наступил на ноги. Ну и теперь, наверное, действительно, оглядываясь назад на прошедший год и, может быть, на там полтора-два года, можно сказать, что риски, которые он создавал, были для конкурирующих групп, экономических кланов настолько велики, что, в общем-то, наверное, было принято решение, хотя мы не знаем, где и за этим столом, к сожалению, не сидели, что, но нет, так также нельзя. Трамп должен уйти, он должен проиграть, а Байден, в свою очередь, должен выиграть. Ну и поэтому и в некотором смысле в эту логику укладывается вот событие в ноябре, в декабре, в январе, когда насчет выигрыша господина Байдена существует до сих пор, существовали и до сих пор противоположные мнения. Одни говорят, ну это торжество демократии, наконец-то демократия торжествует в полную меру и, конечно, такое мнение может складываться. Ну и другие говорят, что были массовые нарушения. Ну, опять же, по массовым нарушениям в процессе выборов мы не участвовали, нам отсюда достаточно сложно оценить. Мы должны, наверное, только верить одной или другой стороне или где-то посередине, если есть середина вообще, конечно. Но мы видели и другое. Мы видели, что так же, как и в прошлом году, республиканцы, так же и вот в декабре, в январе, опять же, республиканцы отказывались от Трампа, отказывались от него и отказывались признавать какие-то нарушения в выборном процессе. Ну, это вот такая, можно сказать, тенденция складывалась в последние там 15, может быть, 20 месяцев в публичном, я имею в виду, пространстве. В непубличном мы не видим. Поэтому вот мы имеем сейчас господина Байдена как президента, вступившего в должность. Он сделал уже ряд, значит, постановлений в своих полномочиях. И мы должны теперь уже наблюдать, наверное, очень многие, так сказать, гипотезы, наши вопросы, вот как они будут осуществляться. В том числе, вот будут ли демократы дожимать, как это на русском выражается, можно так попроще, вот республиканцев. Будут добивать или нет? И в какой мере добивать? Ну, по общей логике, вот должны. Должны, должны. Да, должны. Но мы, конечно, посмотрим, мы же не знаем, как будет складываться будущее. Ну и, конечно, масса других тем, которых нужно наблюдать. Да, ну вот, может быть, это такой примитивный взгляд, но вот очень многие еще до выборов, естественно, напирали на возраст. Очень почтенный господина Байдена, 78 лет. Можно, конечно, говорить о том, что он в хорошей форме, но нужно учитывать, что все-таки должность президента такой страны, как Соединенные Штаты, ну, предполагает, что человек должен быть полон сил, энергии, здоровья. Ну, в противном случае, наверное, тогда управлять страной будут другие. Ну, действительно, это мы действительно так обычно говорим, вот там президент, он должен быть в хорошей форме, но и даже и по более маленьким странам, ведь в управлении принятия решений участвует масса других людей. В Америке это, в первую очередь, люди, которые поддерживали Трампа, это большие экономические кланы, экономические кланы, которые имеют, естественно, большие политические интересы. Понятно, что они будут участвовать в правлении. Вспомним, даже не будем далеко ходить, вспомним, вот последние два-три года, кто был руководителем агентства, государственного агентства по охране среды в Вашингтоне, значит, в правлении господина Трампа. Это был человек, который работал ранее, значит, представителем компании по нефти. Ну, нефть и охрана среды как-то не очень складывается. Не очень, да. Не очень, да, но на первый взгляд. Но если присмотреться более внимательно, то, может быть, и можно. Ну, если как-то вот очень как-то вот надо, и это спонсоры наши, вот, да. И поэтому, и этот господин, вот, ему как-то не повезло. Он там как-то на частных каких-то самолетов куда-то там летал, как-то не особо. Защищал среду активно, да. Да, и пришлось ему уйти в отставку. Ну, и пришел, значит, руководитель из другой нефтяной компании, тоже вот стал руководить охраной среды, природы. Это зачастую, если мы посмотрим на президентство господин Трампа, через очки вот борьбы Боинга и Локхида, двух компаний, ну, мега супер больших, да, как мы понимаем, Боинг и Локхид Мартин, это мега супер большие компании, которые имеют заказы от Пентагона в миллиардных и в миллиардных, больших миллиардах долларов. Мы увидим, что, да, очень красиво тут все складывается. Боинг борется с Локхидом. Обе компании имеют очень много сотрудников в администрации президента Трампа, в том числе и в Совете национальной безопасности, в том числе и руководстве Пентагона. Ну, и третья компания, конечно, Рейтеон, тоже одна из самых крупных, там, в пятерке, наверное, входящих в американской ВПК, она тоже имеет своих вот представителей в руководстве Пентагона. То есть, большие экономические кланы посылают своих гонцов, своих представителей, своих послов работать в правительстве. Это не сегодня сложилось и не завтра исчезнет. И при Байдене будет, скорее всего, что так и продолжаться. Это Америка так устроена. Большие экономические интересы продвигают себя и с этим нужно считаться. Поэтому вот и тема, например, так называемой зеленой, зеленая тема или тема климата, она будет себя давать, выдавать себя и ряд других. Если мы говорим о внешней политике Соединенных Штатов, нас, наверное, тоже волнует, наверное, даже больше, чем какие-то экономические моменты внутри Америки, то при Трампе, наверное, все было в какой-то степени проще в отношении Европы, где он говорил своим трансатлантическим партнерам, что ребята, ну давайте, говоря простым языком, сбрасывайтесь. А почему только Америка должна заботиться о вашей безопасности? Прежде всего, вы сами открывайте кошельки и платите. Будут ли какие-то изменения в этом плане с приходом Джо Байдена? Многие вспоминают, что он, будучи вице-президентом, довольно активную роль играл во внешней политике Соединенных Штатов именно в Европе. Был, кстати, в Латвии в ранге вице-президента. Что здесь может быть? И я думаю, что действительно здесь можно ожидать изменений. Мы должны наблюдать, будут ли эти изменения. Конечно, мы не знаем, как будет, но вот наблюдать мы должны. Вот некоторые гипотезы, так сказать, держать в голове и смотреть, оправдываются ли они. Давление на Россию, скорее всего, что должно усиливаться. Это имеет смысл. Нужно добиваться того, чтобы вот Россия и Китай не продолжили тесное сотрудничество и какое-то вот более тесное отношение в стратегическом плане. Поэтому я думаю, что давление на Россию будет усиливаться. К тому же, в России в этом году и через пару лет выборы, я думаю, что Америка здесь не должна стоять в стороне и будет активно участвовать. Скорее всего. Но мы не знаем, но скорее всего. На Украине похоже. Украина ведь сыграла некоторую роль вот в предвыборном предвыборном, значит, периоде, да, некоторую роль, мягко выражаясь. Поэтому как отреагировать сейчас уже новая администрация? Ну, опять же, посмотрим. Но скорее всего, что плохо будут в первую очередь олигархам украинским, которые еще некоторую власть удерживают в стране и потоки денег куда-то вот у них там пропадают международные. Значит, олигархи, наверное, в первую очередь попадают в поле мишени. Что касается Евросоюза, то здесь, скорее всего, что достаточно скоро будут переговоры по торговле. И в зависимости от того, как они пойдут, ну, мы увидим какие-то изменения. Но есть направление вот Китай и России, где, скорее всего, что нельзя будет больших изменений сделать. Мы помним, что вот антикитайское такое настроение, как американцы это называли, декаплинг, то есть от соединения от Китая. Ну, в плане экономики, прежде всего, конечно, да. Это, скорее всего, что все-таки будет продолжаться, поскольку это было над партийным настроением в Конгрессе. И демократы поддерживать. То есть борьба с Китаем или против Китая, скорее всего, что будет продолжаться, может быть, там, более плюс-минус мягче или тверже. С Ираном по-другому. Мы помним, что при демократах, значит, несколько лет тому назад, там, 5-6 лет тому назад, при Обаме, Иран имел достаточно хорошие отношения с демократической администрацией. И можно предполагать, что здесь какие-то изменения будут. Если мы все... Мы помним, что в конце года, где-то там в ноябре, в октябре Иран провозгласил, что будет обогащать, значит, уран. Я думаю, что это была некоторая такая торговля, намек на торговлю. Давайте поторгуемся, как цивилизованные люди. Ну и я думаю, что с демократическим администрацией, с администрацией, действительно, по Ирану могут произойти некоторые изменения. Может быть, такой последний вопрос, что касается все-таки России. Нет такого ощущения, что Запад, ну, почти исчерпал какие-то инструменты давления на Россию, поскольку, ну, и Кремль уже понял, что санкции, это, конечно, очень неприятно, но не так страшно. И чем дольше эти санкции длится, тем больше вот страна уже, ну, свыкается с такой ситуацией и продолжает вот жить своей жизнью. Я думаю, что идеи насчет того, как раскачивать ситуацию в России, не истякнем. Если надо будет, будет сделан опрос общественный, вот дайте идеи, как раскачивать ситуацию в России. Ну и рабочее, крестьянское население в Америке подбросит идеи, как в старом анекдоте. Но если более серьезно, то я думаю, что сама вот геополитическая ситуация подсказывает, что нужно давить Россию, нужно давить Китай. Это как бы и не скрывается, ведь многие аналитики в Америке, которые сейчас будут, скорее всего, и в важных позициях в администрации, утверждали это. И эта политика не опровергалась ни демократами, ни республиканцами. Это общий надпартийный консенсус, можно так выразиться. Поэтому я думаю, что про скорость и про успехи можно там рассуждать, но давление на Россию не будет спадать. Скорее всего, это маловероятно. Да, Аман Гут, конечно, у нас был на прямой связи. Большое спасибо за такой вот исчепывающий комментарий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!